Редкий случай. Практически все представители патриотических, молодежных организаций и фондов края собрались вместе. Вот выездное заседание Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Совет познакомили с молодежными программами, которые реализуются в крае. Итогами его руководитель был приятно удивлен. В Алтайском крае для меня было удивительно то, что у вас огромное количество патриотических клубов и центров, как доложила Ирина Селина, 1145. Вот когда я бывал в субъектах, в Екатеринбурге, Сурдловской области, в Рязанской области, ну максимум там 400, 300, 500, ну 1145, значит эта работа у вас четкая, внятная и понятная, раз этим занимается. Также отметили, похоже, что нигде в России больше так не используются молодежные патриотические квесты. А между тем эта форма очень популярна среди молодежи. Отметили то, насколько эффективно в крае действует фонд Шаманова, защитники Отечества. Реализуя множество проектов, в том числе встречи с выдающимися личностями. Ежегодно на протяжении нескольких лет совместно с Российской ассоциацией героев проводится вахта героев. Это когда легендарные военачальники, герои России, Советского Союза, космонавты встречаются со школьниками, кадетами и студентами. Кроме того, отметили, что Барнаул стал первым городом страны, где появилась аллея памяти легендарной 6-й роты. Депутат уверен, Алтай должен и обязательно станет примером для всей страны. Особенно в год 75-летия Великой Победы, когда во всех регионах усиленно ищут новые формы для патриотического воспитания молодежи. Илья Кчетков, Александр Антрупов, День с толком.